Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля, очень рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у меня какое-то вдохновение на меня нашло, хотя на самом деле я очень устала, я еще села на диету, поэтому сил у меня просто по минимуму, но мне очень хочется снять второе видео, поэтому я сегодня в том же, в чем была в предыдущий раз. И я хочу с вами поговорить на такую интересную рубрику, у меня на самом деле подобного плана нет еще ни одного видео, это ароматы куплю, не куплю, то есть я буду вам показывать не флакончики, а буду трясти в камеру пробничками, потому что, конечно же, перед тем, как приобрести какой-то дорогой интересный аромат, я сама достаточно часто покупаю пробники, какие-то отливанты, чаще всего, конечно же, стараюсь ознакомиться с ними в магазине, но для того, чтобы понять, подходит мне этот аромат, либо не подходит, конечно же, нужно время. Потому что на улице, в магазине, дома ароматы раскрываются абсолютно по-разному, поэтому я за пробники, я всегда очень люблю, когда в заказы кладут пробники, ну и, конечно же, я за отливанты, потому что я сама их достаточно часто покупаю. Вот у меня здесь, на самом деле, вот так-то только один пробник, остальное все у меня идет в отливантах. Ароматы, о которых мы будем сегодня говорить, относятся к категории куплю, не куплю, те парфюмы, которые я поносила, здесь есть один очень нашумевший аромат, о котором я, конечно же, очень долго собиралась, чтобы вам рассказать, сформулировать свое мнение, и есть один прям, ну, золотой отливант, на самом деле золотой, и, конечно же, я вам хочу рассказать об этих ароматах. Перед тем, как мы перейдем к ароматам, хочу сказать, что видео снимаю при поддержке интернет-магазина парфюмерии и косметики randvu.ru, за это им огромнейшее спасибо, все ссылочки на ароматы, о которых я буду сегодня рассказывать, я, конечно же, оставлю внизу в инфобоксе, как и свой минус 10% промо-код, который суммируется со всеми действующими скидками, акциями на сайте, и действует при заказе от 2,5 тысяч рублей. Уже хочу вам напомнить о том, что там есть не только парфюмерия, но и косметика, и, конечно же, об очень удобной опции, это оплата долями, потому что сейчас парфюмерия и косметика стоят каких-то космических денег, но всегда, всегда хочется чего-то новенького. Итак, давайте приступать к ароматам. Первый парфюм, о котором вам хочу рассказать, я не так давно в своем телеграм-канале писала об этом аромате, и, на самом деле, вот год у меня уже этот отливант, мне кажется, даже больше, это Джо Малон Скарлетт Поппи и версии Интенс, по-моему, там он в красненьком, в общем, флакончике идет, аромат очень стойкий. Почему я делаю акцент на том, что аромат очень стойкий? Я думаю, многие из вас знакомы с ароматами Джо Малона, и они не отличаются какой-то своей особой стойкостью. То есть, лично с меня они вообще слетают очень-очень быстро, и, честно признаться, я не вижу смысла тратить за одеколон, который реально ведет себя как одеколон, такие деньги, как хочет Джо Малон. Если говорить про Скарлетт Поппи, то это вообще другая история, этот аромат держится на мне очень долго, он держится очень ярко, я это ощутила особенно в летнее время года, потому что этот аромат я носила именно летом, периодически под настроением, знаете, на вечерней прогулке, когда мы шли гулять на пруд, хотелось чего-то такого обнимающего, когда ты в легком летнем платье, но хотелось немножко какой-то такой вот пудрочки, что ли, сверху. Вот я надевала этот аромат, и он прекрасно себя вел. Здесь есть такая интересная нота, как ячмень, маг здесь, по-моему, присутствует, если мне не изменяет память. По факту для меня это пахнет немножко, знаете, кокосовой, разбитым кокосом, вот этой вот коркой. Чуть-чуть мякоти, какая-то вот кремовость, лактонность присутствует в данном аромате, и оттенок ухода. На самом деле аромат мне очень нравится, поэтому я все присматриваюсь к нему, я все рассматриваю его. У меня здесь буквально вот две каталз, для того, чтобы еще разочек хорошенько поносить, понять, разносить этот аромат, понять, стоит на него тратить такое количество денег или нет, потому что аромат действительно красивый, ценник на него только растет. Мне кажется, либо брать уж, либо просто забыть про него, как страшный сон. Но аромат очень приятный, аромат очень интересный. Да, я бы, наверное, хотела купить себе этот аромат. Он у меня находится в вишлисте, как уже сказала, ну, где-то год, может быть, полтора года. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этом аромате, как вам этот аромат, потому что я вот все пока что мешкаюсь, но на самом деле он мне нравится. Здесь тот кокос, хоть там, я не помню, там заявлен вообще кокос пирамиде или нет. Ну, в общем, я обязательно вставлю молочно-такое вот кремово-уходовое звучание, которое абсолютно меня не душит. Поэтому тоже обратите на него свое внимание, но, как уже сказала, ценник у него ого-го. Это аромат, который то попадает в мой вишлист, то вылетает из него, но чаще всего он, конечно же, попадает в мой вишлист. Это вишлист, это аромат от бренда Initeo Psychedelic Love. Тоже, кстати, у меня нет ни одного аромата от данного бренда, потому что что-то в них постоянно, постоянно чего-то мне в них не хватает. В данном аромате мне не хватает стойкости. То есть, мне очень нравится этот аромат. Я считаю его очень манким, очень сладким, очень сексуальным. Он будет красиво сидеть на таких вот богатых, дорогих блондинках, брюнетках, рыжих. Ну, то есть, этот аромат я вижу на любой внешности, что я имею в виду, богатые, дорогие. Это абсолютно не значит то, что у вас там деньги из тех мест падают. Я имею в виду, когда девушка за собой ухаживает, потому что этот аромат, на мой субъективный взгляд и на мой субъективный нос, немножко обязывает к тому, чтобы, ну, вот так вот расправить свои крылышки, подбородочек вверх, носик вверх, идешь уверенно. Ну, то есть, какой-то такой вот аромат. Красивый здесь есть иланг-эланг, иланг-эланг в этом аромате немножко, немножко меня напрягает, поэтому я наношу где-нибудь там, вот моя подружка советовала мне на спинку себе его наносить, либо на затылок, то есть, чтобы аромат исходил, вы поняли, в общем, в кокон меня окутывал. И действительно, мне безумно нравится его база. Это такое, какое-то прям манкое, манкое зелье, да. Но мне не очень нравится стойкость данного аромата, поэтому я все вот думаю, не думаю, но больше склоняюсь все-таки к тому, что я хочу себе этот аромат. Но он у меня, знаете, не в первой строке моего виш-листа. Хотя я тоже на него периодически так вот поглядываю, смотрю, и ценник на него тоже меньше не становится. То есть, здесь вариант либо брать, либо не брать. Ну, то есть, парфюмерия сейчас вообще, мне кажется, она как-то ценники не будет снижать, только будет расти вверх, поэтому присмотритесь. Если любите такие вот тоже, опять же, томные, манкие, сексуальные ароматы, для меня он по настроению как раз-таки очень схож с индийской Венерой, потому что разные ароматы, звучание разное, но вот настроение у этих ароматов для меня лично одинаковое. Следующий аромат это Монталь Интенс Кафе Ристрета. Я очень люблю классический Монталь Интенс Кафе. Что говорить про... Ну, это далеко не новый аромат, но я вам сейчас только о нем рассказываю. Да, он помягче, здесь более такой активный кофе, более обжаренный кофе. Здесь меньше мускуса. Но это вкусно, но хотела бы я себе что-то похожее на Монталь Интенс Кафе. Не знаю, если у вас нет Монталь Интенс Кафе, обычно вы выбираете между Интенс Кафе Ристрета и классическим, то, возможно, стоит взять Ристрета, потому что он звучит не настолько избито. Но для меня это такой, знаете, кофейный кексик. Вот, я бы так, наверное, описала этот аромат. Он не попадает в мой вишлист. То есть, его бы... Я не буду его ругать, потому что аромат красивый, аромат хороший. Просто я не считаю, что он мне нужен. Но если вы интересуетесь такими вот кофейно-тортными ароматами, то обязательно к нему присмотритесь. Следующий аромат – это тот парфюм, который я уже себе купила. Это Maison Taité Vicious Cacao. Я надеюсь, что правильно произнесла. Флакончик сейчас не стала брать. Хочу потом отдельное видео о покупках заснять. Это тот аромат, который влюбил меня, на самом деле, с первого вдоха. Это очень красивый парфюм. Здесь есть ромб, здесь есть малина, здесь огромное количество какао горького, дорогого шоколада, какао-порошка. Мне безумно нравится этот аромат. Он очень яркий, он очень стойкий, он очень шлейфовый, он очень комплиментарный, потому что тоже достаточно часто получаю на него комплименты. Он сладкий, но в нем есть некая горчинка как раз-таки вот этого какао, которое не дает ему прям, ну вот, одному месту слипнуться. Очень красивый, опять же, унисексовый аромат, который могут носить мужчины и женщины. Мужчины, если любите гурманику, то обязательно присмотритесь к данному аромату. И по настроению он мне напоминает какао Парселана, опять же, от моего любимого бренда Atelier Materi, потому что здесь, в какао Парселана, там есть очень яркие такие явные алкогольные пары. Вот здесь нет такой алкогольности, то есть здесь не допили свою стопочку алкоголя, но закусили вкусной, дорогой, горькой шоколадкой. Аромат, который, ну вот, крыло самолета, и по счастливой случайности, на самом деле, мне достался этот от Леванта. Огромнейшее спасибо моей зрительнице за то, что она поделилась со мной этой ценной просто жидкостью. Я не знаю, здесь может быть где-то 3 мл. Это потрясающий аромат. Это аромат горячий пирожок. Это аромат Байреда античная ваниль. Это тот парфюм, который я бы себе очень хотела, очень хотела, реально, мне он очень понравился, но за 50 мл, вот то, что я видела там, где-то около 30 тысяч он стоит, я не готова, просто не готова. Но он очень красивый. Это очень приятный аромат. Он идет в одном направлении Сент-Энс Кафе Монталь. То есть здесь тоже какой-то такой вот сливово-кофейно-розный замес. Здесь очень ярко чувствуется мускус, имейте это в виду. Кто дружит с мускусами, то welcome, кто не дружит, то проходим мимо. Аромат, опять же, для меня томный. Аромат не на дневное время суток, не на какую-нибудь там легенькую прогулочку. Мне кажется, это аромат для какого-то такого вот свидания. Могу сказать то, что да, я бы его хотела, но цена, цена его не хотела. Не, вот так, вот так скажу. И последний аромат. Мы сегодня с вами 6 ароматов разобрали. Ну, в общем, вы мне напишите обязательно, нравится вам такая рубрика или нет. Мне будет очень интересно, потому что я такого плана видео снимаю в первый раз. Он у меня даже в пакетике лежит, последний аромат, о котором я буду говорить. Ой, это нашумевший Frank Bacchel Kakain. Я очень долго присматривалась к данному аромату, очень долго откладывала знакомство с данным ароматом, потому что, опять же, отзывы на него настолько противоречивые. Но моя хорошая знакомая Ангелина очень любит данный аромат. И, конечно же, она достаточно часто о нем говорит. И также она упоминает о том, что отзывы очень сильно разнятся. И, конечно же, мне очень хотелось попробовать послушать, понять, о чем она говорит. Я не рискну его доставать из пакетика. Я, на самом деле, мне сейчас так неловко, потому что я не люблю ругать ароматы. Я уже говорила об этом. Я стараюсь покупать и носить, и рассказывать, в принципе, о том, что мне нравится. Потому что я считаю, что все ароматы – это произведение искусства. Люди над этим работали, люди старались. Многие люди любят какие-то разные такие вот необычные ароматы, скажем так. Но вот этот парфюм, там такая красивая пирамида. Я искренне не могу понять, почему он так пахнет. Почему? Что? Что в него такого положили? Какое сочетание дает такое звучание? У меня здесь бледно-розовая жидкость. У Ангелины флакончик с красной, такой настоявшейся жидкостью. Возможно, делают в выпуске аромата. Но я и маму свою мучила, и мужу свою мучила, и в облако заходила, и точечно наносила. И где-то там немножко вот так вот рукой помахала, чтобы чуть-чуть совсем пары попали на меня данного аромата. Но нет, не мое. Я не слышу. Он, знаете, успокаивается минут через 20. Но вот этот его старт, он настолько отворачивает от этого аромата, что уже не хочется его наносить повторно. Но я вам честно говорю, я искренне еще раз хочу извиниться перед всеми любителями данного аромата. Простите меня, пожалуйста. Я очень редко ругаю какие-то ароматы, но я даже не могу его поругать. Я просто его не понимаю. Я не понимаю, как можно было сделать такой аромат. Для меня вот он пахнет самым популярным, наверное, мнением это про зубы. Вот для меня этот аромат пахнет зубами. Вот в плохом, плачевном состоянии для меня этот пахнет аромат. Вот мама моя сказала, что он не пахнет зубами. Моей маме он пахнет нафталином, какой-то нефтепродукцией. Ну, то есть какое-то такое непонятное звучание. Тоже он ей не понравился. Хотя у нас с мамой абсолютно разное восприятие ароматов. У нас с мамой очень разная кожа наши ароматы. То есть ароматы на наших кожах сидят абсолютно по-разному. И даже когда она вышла на улицу с этим ароматом, потому что я уже сказала, я пыталась его понять и пыталась его разносить, потому что мне не хотелось ставить крест на этом аромате. Но нет, она вышла на улицу, она сказала, блин, чтобы больше ты на меня этот аромат не наносила. То есть меня не хватит на самом деле даже на полтора миллилитра. Я подумаю, хочу попробовать дать его еще своей подружке, которая все воняет обычно, послушать, понюхать этот аромат. Мне очень интересно будет, что она про него скажет, потому что я несколько раз ей говорила, чтобы она протестировала, но как-то она мне ничего толкового не сказала про этот аромат. Отложу, наверное, до нее этот парфюм. Но, блин, жалко. Там и табак, там и карамель, и ваниль, и тубероза. Туберозу я, в принципе, ну так, средне отношусь к туберозам, именно цветочным, люблю сливочные. Но здесь тубероза именно такая вот мягкая проявляется, наверное, через 20 минут. Но у меня в носу свербит этот старт. Вот старт этот сидит, и все. То есть это заслащенная немножко мягкая кремовая тубероза лежит под вот этой вот... Я даже не знаю, как это назвать. В общем, вы поняли, да? Я просто растерялась. Я очень давно хотела вам рассказать про этот аромат, но я не знала, как вам об этом рассказать. И даже сейчас мне очень сложно подобрать слова для того, чтобы корректно, культурно объяснить, чем пахнет этот аромат. Но я думаю, все поняли. Я как бы не люблю ругаться. Короче, как-то так. Я надеюсь, что вы поняли. Возьмете какие-нибудь ароматы на заметку, потому что действительно они классные. Ну, вот как уже сказала, кокаин как-то вот пролетел, как просто фанера над Парижем мимо меня. Жаль, очень жаль. Но я очень рада, что я попробовала, потому что я очень долго думала, как мне заказать от Левант побольше или поменьше. В результате я решила заказать вот этот полтора миллилитра. Помните, пробничек, и слава богу. Потому что некоторые девчонки писали, что они тоже выдушевились отзывами, выдушевились противоречивыми отзывами. Заказали себе от Леванта по пять, по десять миллилитров. И просто пришлось выкинуть. То есть выкинуть деньги на ветер. Что, ну, как бы жалко. Поэтому обязательно пробуйте, тестируйте, разнашивайте, тестируйте в магазине. Покупайте пробники от Леванты, если есть такая возможность. Потому что аромат не всегда совпадает с восприятием, с отзывами другого человека. Вот, опять же, доказательства. Хотя большинство ароматов, которые, допустим, хвалят Ангелина, они мне очень нравятся. Но вот этот вот, я, опять же, повторюсь, возможно, делала в перевыпуске. Но мне вот он вообще не зашел. Ну вот от слова совсем. Аж дурно становится. Ну, вы видели. Я даже из пакетика этого чудесного не стала доставать этот аромат. Мне прям, ну, на самом деле, неловко об этом говорить. На этом я буду заканчивать. Я надеюсь, то, что видео вам понравилось. Обязательно напишите, пожалуйста, как вам такой формат. Потому что для меня такой формат впервые. Буду для вас тогда собирать свои пробники от Леванты. Говорить вам свое финальное мнение. Потому что, конечно, когда ты добиваешь тот же от Левантик до конца, то ты уже можешь сформулировать окончательно свое мнение. И в большинстве случаев, как вы могли заметить, когда у меня заканчивается какой-то от Левант, я, конечно же, покупаю флакон. Потому что чаще всего я беру именно те от Леванты, которые по пирамиде, по моей интуиции должны мне подходить. И чаще всего это именно так и получается. У меня, конечно же, еще большое количество ароматов, которые в пробничках. Я просто, на самом деле, не знаю, в какую подборку их включать. Потому что я просто про них забываю. Но если мы будем с вами вести рубрику «Куплю, не куплю», то я надеюсь, что я еще о большом количестве классных, интересных ароматов смогу вам рассказать. Поэтому пишите, пожалуйста, ваше мнение по поводу этой рубрики. А на этом я буду с вами прощаться. Как всегда, за 150 лет затянула концовку. Я вас всех обнимаю, целую. Пока-пока.